Сегодня очень важный выпуск, который поможет вам подготовиться к плану В в случае отказа ВНЖ в Турции. Мы отобрали список стран, куда можно в срочном порядке улететь из Турции и находиться там спокойно не менее трех месяцев. Каждую страну кратко описали из того, что слышали от знакомых, исходя из общеизвестной информации и той информации, что в свободном доступе и путем анализа официальных сайтов консульств и миграционных управлений. Ты на канале Turkey Space, меня зовут Владимир. Я Алиса. Погнали. И первая страна в этом списке – это Казахстан. Для граждан РФ, Украины и Белоруссии в Казахстане можно находиться без визы до 90 дней. Въехать можно по внутреннему паспорту своей страны. На 30-й день необходимо зарегистрироваться в миграционные службы и прожить еще 60 дней беспрерывно. А по истечении всех 90 дней выехать и въехать вновь можно лишь через 90 дней и еще раз на 90 дней. Таким образом, по новым правилам, гражданам РФ в Казахстане можно находиться, как в Турции, 90 дней и 180 дней в году. Только без визора. Для более длинного проживания необходимо оформить РВП – это разрешение на временное проживание, для чего нужно документально подтвердить основания для этого. Как обычно, это могут быть работа, воссоединение с семьей, учеба, лечение, миссионерская деятельность, например, религиозная, а также бизнес-эмиграция. В каждом случае есть свои требования. И здесь уже будет необходим загранник. Та вот виза РАН, по которой многие годами россияне жили в Казахстане, теперь отменена. Цены на жилье и услуги пульсируют в сторону резких повышений пропорциональных пиков миграционных потоков. Были эпизоды, когда таксисты за 10 тысяч рублей совершали лишь одну поездку. Квартиры также были очень дорогими, и люди уже начали снимать комнаты. Сейчас там жить недешево, но не дороже, чем в РФ, например. Зато климат хороший, дружелюбные люди, хорошего качества продукты, никаких языковых барьеров, все знакомо и понятно. Подойдет для тех людей, которым срочно надо где-то пересидеть, чтобы принять решение, как дальше действовать. И следующая страна в Грузии, в которую въезд гражданам Украины, Белоруссии и России является только по загранпаспорту. Находиться в ней можно на 360 дней, потом выехать на несколько дней в соседние государства и въехать заново и снова получить свои 360 дней. И так можно делать всю жизнь. Пока. Пока, во всяком случае. И именно поэтому это направление так и популярно среди граждан этих стран. То есть, если было непонятно в начале, виза не нужна? Да. Но сейчас из-за большого потока приезжающих туда последний год с ценами в стране беда. Высокий ценник на аренду квартир, сложность в самом просмотре квартир, нужно ее еще попытаться отыскать свободной. Но зато прекрасная природа, качество продуктов и цены на них, и нет языковых барьеров. И следующая страна Азии, Барджан, в которой необходим загранпаспорт и непрерывно в ней можно находиться 90 дней. А если вы захотите, то можете продлить свое пребывание еще на два месяца по инструкции посольства Азербайджанов. Ситуация в стране не самая лучшая и имеет, мягко сказать, напряженные отношения с соседями, но все же неплохой вариант. Следующая страна это Армения. Для граждан Беларуси, Украины и России въезд по внутреннему паспорту. И можно находиться 180 дней в году. А потом выехать в ближайшую Грузию, например, на пару дней и въехать обратно. И вновь появляются новые 180 дней. И так все время. Пока. Пока все время. Это самый простой способ, которым в основном все и пользуются. Но можно, конечно, и запариться и с ВНЖ. Цены в стране ниже, чем в РФ. Овощи, фрукты всегда свежие и дешевые. Климат хороший, люди дружелюбные. Но, к сожалению, в стране нестабильная политическая и экономическая ситуация. Есть проблемные отношения с соседями. Но все же, если срочно надо куда-то ехать, чтобы переждать, это возможный вариант. Объединенные Арабские Эмираты. В этой стране по загранпаспорту можно находиться без визы для граждан России и Беларуси до 90 дней. И до 30 дней с возможностью продления для граждан Украины. Можно также получить ВНЖ по программе фрилансера. При покупке недвижимости и трудоустройстве, ну и на основании других более финансово затратных программ. Страна очень дорогая, климат жаркий, основная религия – ислам. Шариата нет. В этой стране проживает огромное количество иммигрантов из разных стран. Это туда переезжают всякие звезды, бизнесмены, фрилансеры, айтишники из разных стран и медийные богачи ездят на векенды. Следующая страна – Босния и Герцеговина. По загранпаспорту можно находиться 30 дней каждые 60 дней для граждан РФ. А вот гражданам Беларуси и Украины нужна виза. Можно выезжать и въезжать, что очень неудобно ввиду короткого срока безвизового пребывания. Можно оформить ВНЖ до 3 лет на основе длительной аренды недвижимости. Или купить там недвижимость и получить ВНЖ, и уже через 8 лет претендовать на ПМЖ на основе собственника. Ну, система такая, что-то вроде как в Турции. В стране высокий уровень безработицы, низкие зарплаты. 395 долларов в месяц – это средняя ЗПФ в стране. Но дружелюбные люди, дешевая бытовая жизнь, умеренные цены на недвижимость. И страна стремится в Евросоюз. Следующая страна – Сербия. До 30 дней можно находиться по загранпаспорту гражданам России, Украины и Беларуси. То есть виза не нужна. ВНЖ – это покупка недвижимости. Порога входа здесь нет, за любую сумму в любое жилое помещение. А через 5 лет жизни в Сербии – выдача паспорта. Жизнь в Сербии дешевле, чем в России и больших городах Украины и Беларуси. Цены на недвижимость там умеренные. Климат с нежарким летом и мягкой без морозов зимой. Ну и сербы очень хорошо и спокойно временно относятся к русскоязычному населению. Следующая страна в нашем списке – это Черногория. До 30 дней по загранпаспорту могут находиться граждане РФ, Беларуси и Украины. Многие оформляют ВНЖ на основе аренды квартиры или покупки недвижимости. Здесь умеренный ценник на все. Планируется, что страна к 2025 году будет членом Евросоюза. Там есть море. Кыргызстан. По внутреннему общегражданскому паспорту гражданам Украины, Беларуси и России в стране можно находиться до 90 дней. Первые три дня необходимо получить регистрацию по месту проживания и можно находиться в стране сколько угодно долго. А 90 дней если не получил? Да. Цена на аренду умеренная. От 200 долларов за простую квартиру и до 1000 долларов в роскошном жилом комплексе. Цены на жизнь меньше в два раза, чем в Москве. Страна медленно, но верно развивается. Но часто испытывают периоды застоя. Но эти минусы спрасят дружелюбные люди вкусная и свежая еда. Следующая страна, куда можно поехать – это Таджикистан. Туда без визы, просто по загранпаспорту до 90 дней гражданам Украины, России и Беларуси. Кому нужно на больший период, необходимо оформлять визу. Есть также разные варианты с ВНЖ. Но уровень жизни в стране низкий. Высокий процент безработицы и коррупции. Но зато низкие цены на питание, недвижимость, а еще хороший климат. Следующая в списке страна – Узбекистан. Здесь можно находиться без визы до 60 дней гражданам России, Украины и Беларуси. А потом легко оформляется в Айджене 5 лет. Уровень жизни в стране не сильно отличается от России. Ну, если, конечно, не считать Москву. Но дружелюбные и очень гостеприимные люди, вкусная и недорогая еда делают свое дело. Следующая страна в нашем списке – неожиданно Маврикий, где можно находиться до 60 дней по загранпаспорту. Виза бесплатно ставится в аэропорту прилета. ВНЖ получить нелегко, нужно трудоустроиться, а недвижимость здесь дорогая. Страна хороша лишь для отдыха. Ну, там нет программы иммиграции никакой. Ну, и нужно долго находиться. Следующая страна – Марокко. По загранпаспорту там можно находиться до 90 дней для граждан РФ, РБ и Украины. И в стране низкий уровень жизни, и женщинам необходимо ходить в чадре. Следующая страна в списке – это Таиланд. До 45 дней можно находиться по загранпаспорту, а потом искать пути продления своего легального пребывания, ежемесячные выезды из страны и тут же сразу же въезд. Если я не путаю, то бордер-рам на это называется. Вы можете как самостоятельно совершить такие выезды и въезды, или обратиться в компанию, которая организовывает такие поездки в соседние страны, обеспечивая вам комфортабельные условия. К сожалению, уже нет такого, как раньше, что можно было выехать по сухопутной границе в соседнюю страну. Теперь только работают такие бордер-раны в авиасообщении, то есть пересечение сухопутной границы больше не подходит. Нужно летать на самолете в Сингапур или в Куал-Лумпур. И максимум таких выездов можно сделать 2-3 раза в год. То есть это значит, что кому повезет, у того третий такой бордер-ран прокатывает. Ну а в основном пограничники, если не увидят, что у вас много печати, им это не нравится. И как пишут в большинстве чатов, все зависит от конкретного пограничника. Вот что-то ему не понравилось, много печати у вас, он вас в страну и не пустит. И то, что у вас там арендованная квартира, чемоданы, новая кровать и питомец на время от соседки, никого не волнует. Поэтому часто такие бордер-раны чередуют с виза-ранами. Например, едут в Малайзию или в Пенан за визами в 60 дней или 90 дней непрерывного пребывания. Все это, как вы понимаете, конечно, не бесплатно. И каждый раз нужно предоставлять огромные пачки документов с обратными билетами из страны, бронеотелей, выписки из банка, средства на счету из расчета 20 тысяч бат на человека, которые могут и не попросить предоставить при пересечении границ, но у кого-то просят. И вдруг таким вот у кого-то окажетесь вдруг вы, поэтому эти документы всегда должны быть в наличии. Другой способ, который также используют для продления своего пребывания в Таиланде, это оформление студенческой визы на один год, записываясь на курсы языка. Ну, например, английский самый распространенный в Таиланде среди курсов разных языков. И можно также записаться на курсы тайского массажа, курсы тайской кулинарии, курсы муай-тай и буддийские семинарии. И на основании этого делают уже студенческие визы. Ты бы, наверное, пошел на буддийский семинарий, да? А я бы на тайский массаж. Практически эта страна подойдет тем, кто прям вот совсем готов к приключениям и постоянному тонусу с подсчетом въездов и выездов из страны. Ну, продукты там шикарные, все вкусное, свежее, недорогое. Жилье сильно по-разному. Бывает, как смотришь и думаешь, ну надо же, как дешево вилла стоит в месяц. А порой смотришь, ну надо же, как дорого, а та дешевая вилла даже лучше была. Ну, то есть здесь как повезет, нужно искать. Мы так понимаем, что сцены в принципе с джи-йо, это сейчас общемировая проблема. Но зато есть возможность открыть банковскую карту в банке Бангкока без каких-то припонов. Следующая страна это Вьетнам, где по загранпаспорту можно находиться 15 дней и с постоянными визоранами и бордерранами, как в случае с Таиланда. Продлевать свои вот эти дни. Да, вот эти дни продлевать. Но многие покупают себе бумагу в трудоустройстве, там это типа такая вот практика на поток поставленная. То есть там многие фирмы открываются, которые занимаются только этим. То есть они продают такие бумаги. Ну, мы вот слышали, что там вообще-то большие трудности с открытием банковских карт в местных банках. Так что... Это вот один минус такой. Да, минусы все-таки есть везде. Следующая страна это Филиппины. Для граждан России по загранпаспорту до 30 дней без визы и сразу же продление на месте в аэропорту до 59 дней пребывания. Так можно продлеваться до 36 месяцев без прерывного пребывания. А потом выехать на несколько дней в другую страну и въехать вновь и повторить вновь всю схему до 36 месяцев. Ну и так далее. Вполне удобно. Либо оформить предварительную годовую или 6-месячную визу перед поездкой, а потом ее продлевать. Для граждан Украины и Белоруссии в любом случае всегда необходима предварительная виза. Нет безвизового въезда. Ну а также языковые курсы позволяют остаться дольше, чем на 30 дней. Но они не дешевые, поэтому проще вот это вот пройти, продлиться на месяц, а потом проходить каждый раз продлевать. Страна с тропическим климатом, экзотическими фруктами круглый год и качественной дешевой едой. Филиппины, между прочим, считаются развивающимся азиатским государством, но по сути эта страна классическая Азия со всеми ее контрастами. Вот тебе шикарный дом с Мерсом припаркованным, а рядом сарай из говна и палок или человек под деревом спит. Следующая страна, которая становится хитом по поездкам из России, это Аргентина. Там можно находиться до 90 дней без визы для граждан РФ Украины и Белоруссии, с последующим оформлением визы и регулярным ее продлением, а также оформлением ВНЖ. Но большинство не делает визы после окончания из 90 дней, так как сумма штрафа за просрочки равна стоимости визы. И при этом никаких больших санкций, чем штраф, нет, и на решение о выдаче вам ВНЖ это никак не отражается. ВНЖ можно получить по программе рантье. Это нужно показывать, что у вас есть доход от 1200 долларов в месяц на человека, и так прожить два года, а потом претендовать на паспорт. Либо ехать туда рожать. В этом случае ребенку оформляется паспорт Аргентины, а родителям дают ВНЖ, а через два года уже и паспорт. Сейчас роддомы Аргентины совсем не сидят без работы. Поток из россиянок, желающих сменить свой паспорт, сейчас как раз направлен прямо в ту сторону. Что мы знаем по поводу жизни там от тех, кто там пожил какое-то время? Расскажешь? Продукты там дешевые. Ну то есть на питание уходят прям копейки по сравнению с РФ. Кое-что даже дешевле, чем в Турции. А вот все остальное очень дорогое. Одежда, техника, косметика, памперсы, смеси для ребенка. Лично мы в Аргентине не были, но делимся тем, что нам рассказывали. Так сказать, из первых уст. Да, кто там жил из наших приятелей, знакомых, товарищей. Если есть другие мнения по этому поводу, поделитесь в комментариях. Следующая страна это Коста-Рика. По загранпаспорту можно находиться до 90 дней для граждан Украины и России. Для белорусов нужна виза. Для оформления ВНЖ нужно показать ежемесячный доход 1000 долларов на человека и 500 долларов на ребенка. Или всю сумму сразу за 5 лет. И ВНЖ выдается сразу на 5 лет. Можно продлевать через 7 лет жизни, получая гражданство. ВНЖ также можно получить, купив недвижимость от 10 миллионов рублей. Это я уже на рубли перевела. А еще есть ВНЖ пенсионеров с выполнимыми условиями. Коста-Рика считается самой безопасной страной Латинской Америки. В стране последние 30 лет держат курс на стабильную демократию. Хорошо развита и доступна медицина для любых кошельков. В стране круглый год лета, дешевые овощи и фрукты. У тебя, кстати, знакомая УЕФЛа, как Коста-Рика, жить со своими свинцами, да? И живет до сих пор уже несколько лет. Да. По загранпаспорту можно находиться до 90 дней без визы граждан МРФ, до 30 дней граждан Беларуси. Для граждан Украины нужна виза перед поездкой. Потом можно продлить ее еще на 3 месяца, а можно сразу же на год продлить. И при этом требований к уровню дохода нет. Так у них там так пусто, что они только рады, чтобы не приезжать. Да, Куба это скорее как вариант пересидеть, чем оставаться там насовсем, так как страна совсем не богата и находится под многочисленными санкциями. Но зато с ВНЖ можно бесплатно ходить в школу детям. Но и взрослый может поступать в ВУЗ бесплатно, также имея ВНЖ. Хоть кто-нибудь, прийдите уже. Да. Паспорт Кубы получить невозможно, так как их паспорт выдается по праву рождения. И все, других способов нет. Следующая страна в списке – это Перу. И вы знаете, Перу неплохая страна, как я посчитала. По загранпаспорту гражданам МРФ, Беларуси и Украины можно находиться до 90 дней. Если вы планируете остаться подольше, нужно до поездки сделать визу на 90 дней, которую вы будете продлевать до года, не выезжая при этом из страны. А через год, чтобы остаться дальше, то нужно иметь постоянную работу и доход. Таким образом, прожив там 2 года, можно претендовать на паспорт. Также есть виза пенсионеров. А что это вообще такое? Перу. Это вот Южная Америка между горами и океаном. Все обычно стремятся жить в столице Лима или в ее окрестности, так как основные компании, корпорации и деньги сосредоточены именно там. Страна развивающаяся, с бесплатной медициной для граждан и обладателей ВНЖ. Круглый год овощи, фрукты, морепродукты – все продукты дешевые, то есть на еду там тратятся копейки. Цена на недвижимость тоже низкая. Например, можно купить дом за 5 тысяч долларов, а квартира в среднем стоит 10-20 тысяч долларов. Ну, даже если я сейчас немножко занижаю, что допускаю, так как сама-то я в Перу не ездила и лично по квартирам и риэлторам не ходила, но сама собирала информацию и анализировала ее. Но тем не менее, все равно цена низкая. То есть можно представить, сколько там на аренду. То есть аренда квартиры, она тоже низкая, и квартиры там совсем не по тысяче долларов. За 200-300 долларов можно найти шикарную квартиру. Постройки современные в виде жилых комплексов или сито с внутренней инфраструктурой. Народ, живущий в Перу, дружелюбен к иностранцам. Всех белокожих людей местные принимают за высокообразованных и интересных. Стараются познакомиться, на работу взять, как можно лучше услугу оказать. Когда приходишь в паркмайкерскую, если ты белый, то ты прям вип-клиент. Однако на рынке часто принимаются туристы и пытаются впарить свой товар в три дорога. Ну, где-то нам уже это знакомо. Следующая страна в нашем списке – это Чили, где по загранпаспорту граждане РФ и Украины могут находиться до 90 дней в течение полугода. Для граждан Белоруссии нужна же виза. Есть возможность получить визу рантье, не выезжая из Чили. А также есть виза для пенсионеров. И через пять лет жизни в Чили можно поддаваться на гражданство. Покупка недвижимости также дает право на ВНЖ. Годами можно жить, получив ПМЖ, которое выдается бессрочно и не требует продления. Чтобы получить ПМЖ в Чили, необходимо прожить здесь не менее 180 дней. И это не обязательно подряд эти 180 дней должны идти. Необходимо владеть испанским на разговорном и письменном уровнях. Также знать обычаи и законы этой страны. И не покидать страну больше, чем на 12 месяцев подряд. Страна расположена в Южной Америке и считается одной из самых развивающихся в этом регионе. Там много солнечных дней, но ветрено. Омывается холодными водами Тихого и Атлантического океанов. Язык в стране испанский и английский там практически никто не знает. Жить там дорого. Но с английским можно устроиться на работу, а с испанским и тем паче. Следующая страна в списке – Эквадор, где можно находиться до 90 дней по загранпаспорту. Виза вставится в аэропорту прилета. Можно сделать ВНЖ по разным программам. Через пять лет можно претендовать на паспорт. Первые два года нужно прожить 275 дня безвыездно. Кто будет мониторить разные способы, я читала, но пока в подробностях не разбиралась, что есть программа ВНЖ по востребованным специальностям. А также программа инвестиций. Я нашла, что инвестициями у них считаются те, кто купил акции местной компании, участок или даже недвижимость. Это уже инвесты. Также можно положить на счет в местном банке сумму от 1400 баксов. Если хотите взять с собой семью, сумма увеличится до 400 долларов за каждого родственника. Таким образом, вы являетесь уже инвестором и имеете право на ВНЖ. Самый часто используемый способ – просто жить, не работая и не обучаясь при пассивном доходе. Для этого нужно доказать, что имеете доход или накопление на сумму 600 долларов на себя и дополнительно по 130 долларов на каждого члена семьи ежемесячно. Если предоставляете накопление, их должно хватить на 3 года жизни в стране. В общем, страна небогатая и очень рада иммигрантам. В стране очень ценится российское и советское образование. И даже нередко ЗП с такими дипломами выше, чем с дипломами местных кузов. Климат в стране хороший. Круглый год одна и та же температура. Плюс 24, плюс 25. Фрукты, овощи всегда свежие. Жизнь в стране относительно недорогая. Недорогая относительно, если сравнивать с Россией, где в 2 раза дешевле все. Но дороже, чем в других странах Южной Америки, например. Следующая страна в нашем списке – это Индия. И на этом сайте можно оформить электронную визу на 30 дней, на 1 год и на 5 лет. И по такой визе можно беспрерывно находиться в стране 90 дней, а потом выехать на 1-2 дня в любую другую страну и вернуться опять же на 90 дней. И так на протяжении 5 лет. После чего вновь оформить такую же самую электронную визу на 5 лет. И так можно жить годами. Такая виза на 5 лет стоит около 150 долларов. Но про Индию, думаю, говорить не стоит. Все знают, что такое Индия. Ты ее либо любишь, либо ненавидишь. По-другому быть не может. Ну, вообще там так и живут. Оформляют себе эти электронные визы на 5 лет сразу. Платят эти 150 бакс. И потом раз в 90 дней выезжают на 1-2 дня. Это как экскурсия. Все равно, что ты куда-то захочешь съездить. И опять и так вот годами живут в этой Индии. Ну вот, пожалуй, мы подобрали все страны, куда можно улететь, например, из Турции, где есть возможность длительного проживания и возможность оправления ВНЖ. В комментариях напишите, если какую-то страну мы не учли. И напишите, нужно ли прям подробно рассказать о каждой стране отдельно. Или такого формата информации достаточно. А пока подпишитесь на канал, чтобы не пропустить полезное видео. Нажимайте колокольчик и пальцы вверх. При желании вы всегда можете воспользоваться функцией Суперспасибо, чтобы поддержать наш канал. Обратная связь в комментариях и через почту, указанную под видео. Также под видео есть наш сайт, куда можно обратиться за помощью в аренде квартиры. Обняли, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok